Аркадий Леонидович, добрый вечер. Приветствуем вас на канале Агробук. Благодарим, что нашли время. Сегодня наше интервью посвящено итогам года для сельхозтоваропроизводителей. Он был непростой и для них, и для экспортеров. Но все-таки начать интервью я хочу с насущного вопроса, который волнует сегодня многих. Каких ограничений на рынке следует ждать? Буквально неделю назад мукомолы и мясные компании обратились с просьбой повысить пошлину, ввести пошлину на зерно. Как вы считаете перспективы у этого? В том числе и квотирование рынка нас ждет. По квотам вопрос уже решен фактически, но еще не оформлен. Равно как-то по запрету на вывоз подсолнечника вместе с пошлиной. Но по пошлину на пшеницу вопрос пока не решен. И я пока не слышал со стороны менцельпоза каких-то поддерживающих заявлений. То есть пока менцельпоз говорил о том, что не видит в этом целесообразности, что квот будет достаточно. Правда, давление со стороны животноводов продолжается на эту тему. Они готовят сейчас обращения дополнительные еще. Ну, может быть, это и сработает. То есть мы рассматриваем, скажем так, потенциал введения пошлин еще вместе с квотами как менее вероятный. Но, тем не менее, еще, скажем так, шансы остаются. Что будет продавлено, это вопрос, скорее, о поручении сверху, которое может спуститься из правительства. А чем это может грозить рынку зерновому? И, может быть, еще скажете о том, как все-таки отразились введения квот в этом году? Квоты, на самом деле, поработали на нашу конъюнктуру. Мы изначально выступали против введения этих квотов и так и не поддерживаем. И сейчас введение квот мы не поддерживаем. Мы также считаем, что целесообразности в них нет. Но по факту практика введения квот в прошлом сезоне сыграла только на руку нашему рынку, поскольку введение квот подняло ажиотаж в округ российской пшеницы на мировом рынке. Это подняло цены, сгенерировало дополнительный спрос еще по волну спроса. И, в общем, эти цены держались в течение всего прошлого сезона, до конца, до самого конца прошлого сезона, на рекордных значениях рублевого выражения. И это, собственно говоря, тот позитив, который рынок получил от введения этих квотов. Тем не менее, мы считаем, что все равно эти квоты вносят, ну, скажем так, существенное количество дополнительных рисков и непредсказуемости, что для рынка не является хорошим эффектом. Думаем, так же сработает и в этом сезоне. Ну, вернее, уже сработало, поскольку мы объявили о том, что планируем ввести квотовещего решения, не принято, да, не оформлено, скажем так. Рынок-то уже отреагировал на это, и цены на мировом рынке мы уже подняли. И для меня логика чиновников, которые, собственно говоря, инициируют подобные ограничения, не очень понятна. Непонятно с точки зрения того, что они декларируют, что целью данных мер регулирования является отсутствие риска перевывоза, чтобы мы ничего-то лишнего там не вывезли. Ну, что выглядит достаточно, в общем, странно в условиях второго по размеру в историческом разрезе урожая, да, такой перевывоз вообще невозможен в российской федерации при таком урожае. В принципе, невозможно. То есть, его невозможно осуществить, с одной стороны. А с другой стороны, речь шла о том, что это повлияет на понижение цен. Наоборот, эти ограничения влияют на повышение цен. Поскольку мы связаны кровными узами с мировым рынком, то, естественно, любой подъем цен на мировом рынке тут же отражается на внутреннем. Это вызывает дополнительный драйв по подъему цен. Ну, неужели чиновники, которые все это вырабатывают, не понимают этих последствий? Практика прошлого сезона, она ровно так наглядно показала, что других выводов сделать невозможно. Скажите, а земного? И уже идет очередной виток, повышение цен. А пошлины, собственно говоря, ведь надо понимать, как работает механизм экспорта пошлин. Они не затрагивают карманы экспортера, эти пошлины. Вообще никак. Потому что экспортер поведет себя следующим образом. Он всего лишь навсего, если он не будет вписываться в свою экспортную экономику, он прекратит закупки ему крестьян, закупки по рынку. Он просто их свернет и свернет операцией. Для него остановиться не проблема. В отличие от производства и от всех остальных процессов. И к чему это приведет? Это приведет к колоссальному давлению излишков, недовывезенных на внутренний рынок и обвалу цен. Собственно говоря, обвалу цен до вот этого самого экспортного паритета. То есть на размер пошлины крестьяне должны будут снизить цену продаж своих. То есть это все из их кармана, из кармана крестьян. А к чему это приведет в дальнейшем? К убийству мотивации под посевами, под производственной базой. Мы же не просто так наращиваем наше производство. Если мы хотим его остановить, Ровно так оно и работало в Аргентине в свое время. В течение долгих лет применялась экспортная пуша. Она практически вывела Аргентину на период ее применения из разряда конкурентов по пшенице вообще. То есть Аргентина ушла с мирового уровня пшеничного. И перестала быть конкурентом просто. И теперь возвращается с огромным трудом. И, в общем, конкурент послабенький из Аргентины. Уже на протяжении последних, сколько я уж не помню, четырех, по-моему, лет, как пушина обвинена. Трех или четырех лет. Но она еле-еле возвращается на рынок в виде конкурента. И, в общем, серьезный конкуренция состоит неспособна. Мы хотим также нас увезти с мирового рынка, ослабить наш конкурентный потенциал. А мы номер один в поставщиках пшеницы в мире. Играем первую скрипку. Но как в таких позициях уничтожать собственную базу? Непонятно. Скажите, а Зерновой Союз как-то участвует? Вот говорили, да, что механизм квотирования обсуждается. Вот как-то вообще предприниматели слышат, сообщество? В Минцельхозе. Ну, судя по тому, что в прошлом сезоне были приняты эти квоты и работали. Несмотря на то, что мы предупреждали как раз о том, что это поднимет цены, это вызовет повышенную активность экспортеров. То есть они же будут пытаться вписаться до введения этого механизма, ввести максимальный объем. То есть это только генерирует дополнительные потоки. Обо всем этом предупреждали. Но было принято. Значит, не услышали. Значит, либо, может быть, слышат, но не воспринимают. То есть свои соображения по принятию решения регулятору и, соответственно, регулятору на это решение, невзирая на точки зрения слим. И не мы же одни об этом говорим. Об этом говорят все практически эксперты. Ну, а говоря все-таки вот об экспорте в 2020 году, вот как вы оцениваете его экономическую эффективность, темпы освоения рынков, насколько они соответствуют нашим сегодняшним возможностям? Ну, у нас процессы-то идут по сезону сельскохозяйственному, а не по календарному году. Поэтому надо говорить о сезоне 2021. И, наверное, первой половине 2021. Он включает в себя первую половину 2021 года, естественно. Ну, и в этом сезоне текущем мы видим очень хорошие темпы вывоза. Они опережают достаточно существенно прошлогодние темпы, но у нас и ресурсов больше значительно. Мы примерно прикидываем, что мы уйдем за 30 миллионов к новому году. По объемам экспорта. Общий потенциал мы оцениваем в принципе по экспорту в 50 с лишним миллионов тонн. И на вторую половину у нас останется еще 20 с лишним миллионов тонн общего вывоза. То, что мы, соответственно, должны будем. Но это будет зависеть еще и от конъюнктурных моментов, потому что мы проходили не раз, когда наша активность с потерей конкурентоспособности резко снижалась. Наша собственная активность. Ну, у нас были периоды временные, когда мы проигрывали тендеры в Египте, хронически проигрывали. Вообще ничего не брали. А все по причине того, что внутренние закупочные цены держались на достаточно высоком уровне. И на фоне снижения мировых цен это образовывало экспортный дисперитет. То есть экспортерам было невыгодно. Ну, я уже объяснил, как они действуют, когда они невыгодно. Они сворачивают экспортные операции и все. На этом экспорт встал. А напрямую крестьяне не могут экспортировать. Они не справятся с рисками, сопровождающими процессы. В принципе, не справятся. И в результате мы замираем в такие периоды. Сейчас у нас складывалось в первой половине сезона все очень удачно для экспорта. И на фоне подъема мировых цен, на фоне снижения курса рубля по отношению к доллару. Это тоже очень сильно способствует восстановлению наших... Ну, в общем, наша конкурентоспособность была на очень высоком уровне. Продаем, продаем, продаем. До Нового года это будет продолжаться уже, не снижая темп. Ну, вот мы там пять с лишним миллионов тонн, пять, одна десятая примерно за ноябрь сделали уже. Да, это очень высокий объем для ноября, когда обычно даже по погодным условиям мы вынуждены снижать какие-то обрузки. Ну, и конъюнктурно это уже приближаемся, скажем так, к провалу. Это у нас обычный Новый год, наступление Нового года, это провал по объемам отгрузок. А здесь этого провала-то не видно. Пять миллионов тонн – это очень высокий месячный вывоз. Ну, и мы прикидываем, что примерно четыре с лишним, даже, может, четыре с половиной миллиона тонн за декабрь будет вывезено. И, соответственно, мы зайдем за тридцать миллионов тонн общего вывоза в этом сезоне и придем, может быть, даже к более-менее активному январю. Конечно, вообще никогда не прекращается вывоз, но вопрос, какими темпами мы будем вывозить в январе. Но надо учитывать, что 20 миллионов тонн во второй половине сезона, свыше 20 миллионов тонн, 23-24 миллионов тонн – это много. Это реально много, и еще надо суметь вытолкнуть. Цены мировые сейчас застряли, они, в принципе, на уровне 260, вокруг 260 долларов колеблются, но это уже такое, может быть, плато, что ли. И сейчас последние там сведения, скажем, о урожае в Южном полушарии достаточно оптимистичные, скажем так. Могут оказать серьезное давление на эти цены и вернуть на какие-то позиции прошлых периодов. То есть могут у цены упасть и ниже 250 долларов. В Австралии там плюс 3 миллиона тонн уже прогнозируется. К прежним прогнозам добавлено, по урожае. Ну, вообще там в Южном полушарии все неплохо складывается. И это давление на рынок. А все это еще и на фоне укрепления рубля. Ну, вы слышите, наверное, да, те процессы, которые связаны с нефтью. Сейчас, секунду. Максим, чуть попозже я сейчас за ним. Я верю, я перецидит. И, в общем, это может привести как раз к образованию вот этого диспаритета экспортного. Когда мы снизим темпы по отгрузкам, такой риск вполне возможен достаточно. По естественным объективным причинам. Ну, и плюс надо понимать, что всегда вот эти периоды активизации, которые вызваны на, основаны на решениях, на рисках, которые, скажем так, привносят решения по рынку. Они потом имеют элемент отката. Ну, то есть надо выполнить программу до введения квот, до введения возможного введения каких-то пошлин и так далее. Поэтому все экспортеры пытаются по максимуму сейчас выполнить свои программы. А потом у них просто не будет ресурсов для того, чтобы продолжать в таком же темпе ввозить. И они естественным образом просто, когда эти ограничения наступят, снизят активность. И это тоже повлияет на снижение объема ввоза. Ну, тут все оно, как обычно, одно к одному складывается в общую копилку и оказывает свое влияние. А вот это снижение цен, когда его, в принципе, можно ожидать? Как вы считаете? Ну, я думаю, в ближайшее время мы увидим какое-то снижение из-за вот этих повышенных прогнозов, которые прозвучали буквально в последние дни. Просто это еще не оказало прям текущего серьезного влияния на уровень продаж, на цену продаж. Ну, естественно, стараются. А это коснется именно пшеницы или же и кукурузы тоже всех зерновых? Ну, как правило, да, они взаимосвязаны. И рисков каких-то дополнительных по другим культурам-то не просматривается. А прогнозы в основном касаются пшеницы, естественно. Ну, тут интересно, наверное, еще рассмотреть вот разные рынки, да. Вот влияние Австралии, вот недавно были сообщения, да, что это больше угрожает вот нашим позициям на азиатских рынках, да. Ну, вот есть же еще и огромный рынок в Китае. Вот как, возможно ли вообще в перспективе России занять позиции? Ну, азиатские рынки, они очень емкие с точки зрения поставок. И не надо так рассматривать и идентифицировать их все. Их надо разделять, да. Есть Юго-Восточная Азия, есть Ближний Восток. Это тоже азиатские рынки и так далее. И есть даже Северная Африка, с которой граничит там очень много азиатских потребителей, в том числе. Многие поставки транзитные через Северную Африку, эти страны. Ну, Китай отдельно выделяется. Это отдельная территория с отдельными программами по закупке. Юго-Восточную Азию нельзя сказать, что мы теряем. Да, там в какие-то периоды времени мы, в общем, снижаем темпы отгрузок туда, какие-то повышаем. Это зависит во многом от той обстановки, которая складывается в рамках этого региона, Юго-Восточной Азии. Там довольно сильно нам приходится конкурировать с Австралией и с Америкой. Естественно, поскольку логистические пути со всех сторон, с этих трех сторон, там складываются. То мы, бывает, проигрываем конкуренцию. Но это означает, что мы перемещаемся на другие рынки. И рынки-то, они в любом случае взаимосвязаны. Если даже Америка начинает больше объем поставлять Юго-Восточную Азию, это значит, что она уменьшает свои потенциалы по поставкам в другие территории. Латинскую Америку или европейскую часть, связанные странами с Европой и так далее. А мы же конкурируем на все категории. Поэтому это означает, что они там занимают нишу, которую мы когда-то там освоили, и которые мы присутствуем, но при этом освобождают какие-то рынки и территории, где они занимали такую же нишу для наших поставок. Понимаете? То есть это взаимный процесс. И конкуренция, она достаточно глобальная. Поэтому в этом ничего такого нет. Китай, по поставкам в Китай, ну, скажем так, достаточно неплохие позиции заняла Украина, хотя она их начинает потихонечку снижать, да, и Казахстан. Но это благодаря принципиальным решениям партии правительства Китая, которые гулит всеми процессами в китайском рынке, которые обеспечили доступ их ресурс, соответственно, на рынок Китая. У нашего зерна пока такого решения нет. Мы имеем достаточно серьезные ограничения по поставкам в Китай, поэтому поставки ведутся только в приграничные провинции и ведутся в небольших объемах. А сервис поставок мы не ведем в Китае, это не наш рынок испытаний. И ничего принципиально существенного у нас нет на рынке Китая, именно потому что нас туда не очень выпускают, скажем. Ну, а как вы думаете, в перспективе решить этот вопрос возможно ли? Да, мы ставили этот вопрос давно, но он может решиться только на политическом уровне. И это принципиальное решение, которое должно быть в городах. Какими-то совместными усилиями китайской стороны. Потому что мы к таким поставкам готовы, Китай не очень готов принимать наши поставки. Поэтому и ограничены. У нас и ограничены регионы, и способы поставок. У нас там очень много, например, по пшенице, по той же требованию, по упаковке в мешки, по ставке в мешках. А это же дополнительные деньги, затраты, в общем, сложности, с которыми это связано. Количество регионов, из которых мы можем поставлять пшеницу, ограничены в России, в внутренних регионах. Почему Китай решает, что из Омска можно поставлять, а из Курдана нельзя. Ну, странная вещь, но тем не менее так. Такие решения на китайской стороне присутствуют. Аркадий Леонидович, что вы думаете о перспективах экспорта качественной пшеницы первого, второго класса? Европа, достаточно привлекательный рынок для России? Возможно ли туда попасть? Да, безусловно. Ну, попасть возможно, но мы сами рубимся, по которым сидим. Мы, собственно говоря, пытались это сделать и войти в этот рынок. Ну, я имею в виду, посерьезнее войти в европейский рынок. Но довольно плачевно этот опыт закончился. История выглядела вот таким образом. В 2012 году мы начали поставки твердых и хай-про пшениц на европейские рынки и начали конкурировать с Канадой, которая доминирует на этом рынке. И, в общем, они поставщик номер один, именно хай-про и твердых пшениц. А конкуренцию им составляет в европейском ареале только Германия, Канаде. Ну, составляла. И тут мы вошли и начали полноценно конкурировать, скажем, по поставкам в Италию, в которой очень востребован этот ресурс. Италия славится макаронами, а макароны – это твердые сорта. И, в общем, это высокопротеинная пшеница. Но это продолжалось два года. Мы успешно в течение этих двух лет расширяли нашу мишу. А в 2014 году правительство ввело так называемую плавающую пошлину на экспорт пшеницы. И под эту пошлину подпадает, естественно, самый дорогой товар. Там же по расчету, по формуле, все, что дороже, на тот момент было 13 тысяч рублей, скальпировалось к половине этой пошлины. То есть 50% на любое превышение 13 тысяч рублей. Естественно, в первую очередь под это попало твердо. И хайпрод – это пшеница, поскольку она самая дорогая по валютной стоимости. Ну и помноженная на курсы, она сразу вылезла за эти рамки. Это решение убило наши поставки и освоение рынка европейского. Ну просто вот убило на карме. Все, мы прекратили поставки. Сейчас они хоть как-то там реанимируются, но у нас недостаточно ресурсов, потому что такие поставки служили, собственно говоря, драйвером инвестиций в производство. И когда это наращивающийся объем спроса на высокопротеиновую пшеницу, на твердые пшеницы, то в них имеет смысл инвестировать. А когда они вот так вырублены были одним решением, мгновением, да, я вас еще не знаю, то, естественно, инвестировать в производство, в которое для того, чтобы повысить и получить этот ресурс полноценный, надо ждать, ну, как минимум, пять лет. Это минимальный горизонт планирования для инвестиций. То есть вы должны вкладывать. Там деньги вкладывают, просто это более высокая себестоимость, а не только стоимость на рынке. И, соответственно, она требует таких инвестиций. Ну и в результате сейчас никто рисковать-то не хочет с подобными инвестициями в качество, в хайпротеин, в твердые пшеницы, просто поскольку эта пшеница до сих пор не отменена. Она до сих пор, по ней просто нулевая ставка продлена до июля 2021 года. Но сейчас, собственно говоря, идея свиноводов и других жилководов состоит в том, чтобы ее убрать, эту нулевую ставку, а вернуть какую-то, соответственно, ставку. Ну, когда даже просто обсуждение, кто же будет инвестировать в это дело? И кто же будет ориентироваться? Ну, вы понимаете, да, мы в результате получим вот только начавшее возрождаться производство, скажем, там, пшеницы первого, второго класса, получим по ним там около ничего. Поэтому производство и в результате мы его свернем просто. при таком решении. Мы давно настаиваем на том, чтобы эту пшеницу убрать, потому что она, в принципе, не исполняет своей функции и не способна что-то принести в рынок позитивного. Андрюша, перезвоню, я сейчас... К сожалению, пока она действует и не слышит нас. Митцельхоз выступил против. Вот только продлили еще на два года. А до этого продлевали на год. Каждый год продлевали нулевую ставку на год. Но на инвестиции это не способно повлиять. Только отмена этой пшенины и гарантия того, что никаких пшенин вводиться не будет. Или, по крайней мере, если какие-то меры регулятор будет принимать, то из этих мер будут исключены эти позиции. И на хайпро и твердые пшеницы. Аркадий Леонидович, а подводя итоги финансовые 2020 года, ну и вот учитывая все вышесказанное вами, на какие, может быть, культуры следует больше обратить внимание сельхозтоваропроизводителям? Какие могут быть более выгодными в дальнейшем? Ну, крестьяне и так все знают. Смотрят на конъюнктуру, на рынок, на риски. Они все способны уже оценивать. Мы уже давно достаточно в рынке присутствуем. Они прекрасно, замечательно осваивают нишевые культуры. Знают, что это дело хорошее, выгодное и так далее. Но у нас есть ограничения по-любому. То есть выстраивание севооборотов – это достаточно тонкая вещь. А погодные условия, климатические зоны – это тоже ограничитель, который не позволяет сильно какие-то маневры делать. Взять и переключиться с одной культуры полностью на другую. Такое малореально. То есть это скорее перемещение в балансе, внутреннем балансе и выстраивание севооборотов в пользу каких-то более привлекательных культур, с менее привлекательными. Но мы именно благодаря вот этим процессам, и тому, что крестьяне уже в рынке и хорошо понимают, что это такое и что он им дает, собственно говоря. Поэтому потеряли там производство ржи. И в прошлом сезоне испытывали дефицит. В этом вроде как на грани. Ноздря в ноздрю пройдемся. То есть мы нарастили производство, благодаря высоким ценам прошлого сезона ржи. Но эта конъюнтура для крестьян уже, ну, скажем так, это культура для крестьян. Уже не так привлекательна. И крестьяне уже научились считать и вполне освоились в технологии выстраивания экономики по выходу с гектара. Не по стоимости культуры и маржинальности той или иной культуры, а по выхлопу с гектара. Это самый главный показатель. Выручка с гектара, которую ты получаешь, и общий доход с гектара. Не по культуре. Ну, а все-таки на что обратить внимание? Может быть, там больше производить ячменя или там именно акцентировать внимание на фуражной пшенице или же наоборот инвестировать в производство качественное? Как вы считаете? Ну, фуражная пшеница, она автоматом у нас получается. То есть мне никто никогда внимания не обращает. Все хотят продовольственную и повыше конец, естественно. Но она, тем не менее, присутствует. Поэтому можно говорить только об ориентации на пшеницу или какую-то другую культуру. Внутри пшеницы. На ячмень. Там, да, там есть определенная специфика. Например, пиловая ячмень. И это, ну, скажем так, достаточно интересная с точки зрения крестьян позиция, которую они не так давно начали осваивать. Потому что у нас очень многое пиловарение было завязано на поставке, ну, раньше, на поставке импортного солода. Солод, естественно, не из нашего речменья делается. Сейчас рынок переориентировался. И практически мы снабжаем наше пиловарение своим ресурсом. Ячменьем пиловарение. Мы уже наращиваемое производство. Но там тоже рынок резиновый. Он не до бесконечности растягивается. Но есть ограничения. Я говорю, есть нишевые культуры, которые очень интересны. Такие как горох, горчица, например. Лен масличный. Нут и так далее. Ну, там много всяких культур, которые очень интересны. И мы активно осваивали эти мишки. С точки зрения глобального перемещения у нас было, ну, скажем так, отмечался вектор достаточно серьезного развития по посевам масличных культур. И, в первую очередь, подсолнечных культур. Но там не за счет экстенсификации, а за счет, в основном, наращивания технологий. А технология вещь дорогая. Особенно в масличных. И, собственно, надо просто много денег вкладывать в развитие технологической базы. И мы начали повышать урожайность, собственно говоря. Помимо того, что при этом еще и в площадях прибавляли. Ну, вот нынешний сезон является как раз лакмусовой бумажкой, показателем. Да, вот он показывает. А мы предупреждали об этом еще в прошлом сезоне, когда вводились ограничения на экспорт подсолнечника, что вы убьете инвестиции. В первую очередь, технологичность. Ну, мы убили эти инвестиции. В результате технологичность производства подсолнечника никто не вкладывает. И площади сотратили, и технологии упали. В результате у нас низкий вырожай под подсолнечника. Ну, достаточно. Низкий, там, 13 миллионов тонн. Это невысокий подсолнечник. Ну, и в результате у нас личники, которые добивались рыбы в суху, которые мы съедали. А крестьяне, естественно, переориентировались. Ну, вот были у них свои приоритеты. Подсолнечник, поскольку это страховая культура, и под нее отдавали все площади, которые погибли подозимыми, там, да, неудобья и так далее. Ну, то есть, то, что не очень критично, скажем так, да, с точки зрения севооборотов. Отдавали под подсолнечник всегда. Он служил такой страховой базой. А сейчас они начинают менять этот вектор, и меняют его на другие различные. То есть, там, ну, ориентация на сою, на пузу, да, на масличные леоны и так далее. Ну, есть из чего выбрать, скажем так. Крестьяне в этом очень хорошо уже ориентируются. А как вы думаете, вот в этом году же и горох в цене, это, кстати, первый год отмечают аграрии, на него перспективы какие? Стоит ли обратить внимание, расширять площадь? Да, мы давно обратили и давно расширяем. И все, с каждым годом больше и больше. Ну, насколько устойчив этот тренд по укреплению? Насколько устойчив этот тренд по укреплению? Ну, есть риски. Они сопровождают, и от них, естественно, избавиться нельзя. Но когда они сработают, и сколько мы сумеем заработать на той или иной культуре, да, это вещь непредсказуемая. До того, как эти риски вступятся. И рынки не бесконечны. То есть нельзя расширять производство чего-то до бесконечности. Потому что емкость рынка просто ограничена, и надо подстраиваться под эту емкость, чтобы иметь надежный рынок сбыта. И, например, как это случилось в свое время, там, с насыщенными. Есть требования определенные. И бесконтрольно и бездунно развивать технологически просто урожайность по культурам тоже себе дороже. Потому что мы завернули у нас там две партии. Достаточно крупных масличных льона. Французы, там, я не помню, кто-то еще. Несколько важных. По причине просто использования при производстве запрещенных там пестицидов. Которые были выявлены, найдены, естественно. Ну и в результате их завернули. И деньги были потеряны на этих поставках. И риски соответствующие нам разуме сработали. А мы же кинулись в этот масличный лен из-за выгодности, естественно. Но в производстве, в развитии, поскольку спрос хороший, практически гарантированный избытый, очень хорошая доходность. Ну, то есть, все тут должно быть в балансе. Нам есть куда еще развиваться, расширяться. Есть куда корректировать баланс посева оборота. Ну, то есть, в принципе, возможности есть. Но на горох обвала цен на мировом рынке не прогнозируется так же, как на пшеницу в ближайшее время? Ну, естественно, давление на цены будет. Ну, пока вот этот высокий уровень цен, который сейчас на нем присутствует, он стимулирует и наше производство, и не только наше производство. Ну, сами понимаете, конкуренты проснулись, заметили и тоже начали лезть в эту нишу. Ну, естественно, поскольку это выберет. Ну, естественным лекарством от высоких цен являются высокие цены, как вы знаете. Понимаете, да? Так что в результате этой конкуренции снижение цен, конечно, будет. Ну, надеюсь, не обвальное. Надеюсь, умеренное, да, которое сохранит все-таки привлекательность. Потому что периодически мы сталкиваемся с тем, что цены обваливаются по каким-то культурам до неприемлемого уровня, и в результате мы сталкиваемся с дефицитом. Это совсем произошло. Как бы вы посоветовали выстраивать стратегию продаж по зерновым культурам на ближайшее время и уже в следующем году? Есть ли смысл оставлять, да, вот на февраль, на март и домой? Ну, неблагодарное это дело. Понимаете? Ну, как? Я же не Оракул. Мы можем достаточно неплохо прогнозировать накануне сезона о том, как он будет складываться в целом. И у нас под это заточены кучи мероприятий, которые мы проводим, именно это прогнозы и освоения. А вот в рамках сезона уже какие-то вещи, колебания предсказывают себе дороже. Мы для этого собираем экспертов в рамках рейсейшн. Мы там у нас портал проводим, это мероприятие. И там все эксперты высказывают свои точки зрения. Они зачастую не совпадают, являются прямо противоположными. Уже каждый присутствующий в аудитории в ходе этих мероприятий сам выбирает для себя, кому больше поверить. И чьи прогнозы чаще у него конкретно сбывались. Мы тут не можем вступать ни в роли арбитра, ни в роли какой-то последней инстанции. Не наша функция, собственно говоря, быть арагомой. Мы площадка, которая предоставляет массив информации, а в каждом играется. Проанонсируете ближайшее событие, конференцию? У нас прошла конференция Грэндсэйшн. Меньше, чем неделю назад. Следующую планируем в марте. У нас должна быть в начале марта и потом в конце апреля. В середине апреля мероприятия. Конференция Грэндсэйшн должен быть в начале марта следующий. И потом агрологистика. Конференция. Ну а там дальше, надеемся, в рабочем райвке проведем зерновой раунд в июне. Самое крупное мероприятие. Спасибо вам большое. Продолжение следует...